Всех приветствую на телеканале Нефтехим. Сегодня, как всегда, я расскажу вам о новинках мирового кинематографа. Будет много интересней, располагайтесь поудобнее, а я постараюсь согреть вас с жаркими киноновинками. С вами Эль Рокс. Ну что, поехали? Первый фильм, о котором я вам расскажу, называется «Лед». В центре сюжета талантливая фигуристка с непростой судьбой. Кинокартина стала дебютом для режиссера Олега Трофима. Одним из продюсеров выступил знаменитый Федор Бондарчук. Это первый в российском кино музыкальный фильм о спорте. Ну, у тебя талант был один. Бананами торговые. А взяла я тебя, потому что работать хотела. Через немогу. Ты знаешь, кто ты? Ты чемпионка. Дамы и господа. Надежда Лапшина и Владимир Леонов. Насколько новая партнерша Леонова соответствует вашим ожиданиям? Это бомба. Буду просить руки и сердца. Серьезно? По словам продюсера Михаила Врубеля, актрису на главную роль они искали долго. Кастинг длился несколько месяцев. Рассматривали около 500 претенденток. Когда появилась Аглая Тарасова, это был как гром среди ясного неба. В том, что именно она исполнит роль спортсменки, сомнений не оставалось. Актриса рассказала, что ее тренером по фигурному катанию и дублером на съемках фильма была Катя Гербаль. Параллельно с тренировками на коньках Тарасова около трех месяцев занималась вокалом с педагогом. А никто и не обещал, что легко. Ирина Сергеевна, хватит. Надя, надо бороться. Ты всю жизнь была воина. Да замолчите вы уже! Да ты просто за жизнь не борешься. Что мне сделать, чтобы ты от меня отстала? Встать. Я чувствую силу. Громьте, силу! Силу! Я чувствую силу! Саша! Саша! Это дело всей твоей жизни. Хочешь быть чемпионкой? Будешь. Я счастливой хочу быть. Отпусти меня и не держи. Этот четырехкратный обладатель «Оскара» за 20 самых кассовых кинокартин собрала 8,5 миллиардов долларов. Работы знаменитого американского режиссера, известные по всему миру. Он создал более 400 проектов. Вы еще не догадались, о ком я? Стивен Спилберг. В основном все киноленты режиссера выполнены в жанре фантастики. Но на этот раз мастер кинематографии решил поэкспериментировать и создал историческую драму «Секретное досье», которая основана на реальных событиях. Это серьезный обрежь в системе безопасности. Утечка из самого Пентагона. Особо секретные документы о войне во Вьетнаме. Это 7 тысяч страниц, где излагается, как «Белый дом врал нам» о вьетнамской войне все 30 лет. С этой ложью необходимо покончить. Бен, возможно, я что-то раскопал. Должно быть самый груз. Всего лишь государственный секрет. Основная суть фильма в том, что несколько журналистов одного из американских изданий решили опубликовать секретную информацию о вьетнамской войне и ознакомить народ с планами правительства. Актерский состав у «Секретного досье» – мечта любого режиссера. Это Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Кстати, это их первый совместный фильм. Музыку киноленте написал известный американский композитор и дирижер Джон Уильямс. Сегодня был наложен запрет на дальнейшую публикацию газеты «Нью-Йорк Таймс» секретных документов о войне во Вьетнаме. Если напечатаешь хоть строчку, на следующей неделе окажешься в Верховном суде. И что это значит? Мы все можем угодить за решетку. Президент Никсон пустит в ход все свое влияние. Если есть способ тебя уничтожить, клянусь Богом, он найдет его. Она ставит под угрозу будущие газеты. Что будет, если мы не опубликуем досье? Проиграем не только мы, проиграет вся страна. Секретное досье. Последний на сегодня фильм, о котором я вам расскажу, российского производства. Кинокартина «Рубеж» выходит в парокат уже на следующей неделе. В центре сюжета парень Михаил, который совершенно перестал ценить людей и все происходящее вокруг. И вот главный герой из привычного современного мира попадает на Невский пятачок в военное время 1941 года. В разгаре Великая Отечественная война. Кругом взрывы снарядов, крики раненых и настоящий ужас. Люди умирают. Здание рушится. Творится настоящий хаос, в котором необходимо не только выжить, но и спасти свою возлюбленную. Такие приходы не передать. Моему деду, сомнитель, было 16. У Миссара Шурова еще два сына было. Твою ж мать, а! Ты истуриус. Все это не имеет ко мне никакого отношения. Ты должен узнать это наверняка. Вы все равно уже умерли. Так дайте жить другим, но... Куром! Оттуда возвращаешься, когда тут что-то? Когда ты кому-то нужен? Когда любят? Правда жизни. На этом у меня все. Приятного просмотра фильмов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!